Приветствую! В этом видео мы разберемся с законопроектом 10062. Это тот законопроект, который касается реестра призывников, военнообязанных и резервистов, вносит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся работы этого реестра. И вот сейчас мы посмотрим этот законопроект и увидим, а что же там нового и как это коснется нас. Вот этот законопроект. Я его буду проматывать и по ходу текста у меня будет текст, подсвеченный желтым цветом. Именно на нем мы и будем останавливаться. И вот здесь мы видим, что предлагают такую норму оформления документе войскового облику громадян Украины здействуется и с выкористанием засобей в реестру. Что это значит? Это значит, что на сегодняшний день человек сможет, ну вернее, с момента вступления в силу этого закона, человек сможет получить военно-учетный документ только если о нем есть информация в реестре, а не как сейчас. Да, ты можешь приехать в ТЦК и ЭСП, где нет о тебе никаких данных, стать на учет, там будет заполнена какая-то бумажка, да, личное дело, которое называется, и в итоге ты получаешь военно-учетный документ. Все, такого не будет, только на основании реестра будут выдаваться военно-учетные документы. Идем далее. Что предлагается, чем наполняться будет этот реестр? Ну, мы знаем, что там есть персональные данные человека, и в том числе теперь предлагают дополнить туда вот такой нормой номеры, засоби взвязку та адреса электронной почты. То есть в реестре военно-обязанных теперь будет ваш номер телефона и ваша электронная почта. Зачем? Ну, мы прекрасно понимаем, это способ установить связь с военно-обязанным. И кто говорил, что вот будут присылать повестки там смс-кой, либо по электронке. Да, скорее всего, со временем мы к этому придем. Далее, вот здесь я выделил слово тамету. Это пункт, который касается выезда граждан Украины за границу. И вот в реестре военно-обязанных будет в том числе указываться цель, с которой человек выезжал. Вот здесь я выделил такую норму, как ведомости про статус ветерана войны. Это зачем я сделал? Для того, чтобы вы понимали, что вот этот закон направлен в том числе и на некое облегчение жизни людям, которые принимали участие в боевых действиях, в контексте получения ими статуса ветерана войны. То есть там будет много информации, которая будет касаться ветерана войны, и ему не нужно будет там, ну, вернее, как, нужно будет, понятно, но нужно будет меньше уже носить справки, да, туда будут вбивать данные о нем. Ну и к слову, помните, вот много комментариев было по поводу объявления состояния войны, и многие люди писали, что, мол, не может быть ветерана войны без объявления состояния войны. Может быть. И это прямо указано в соответствующем законе. Ну, а это такое небольшое отступление. Идем дальше. Что здесь еще? Здесь идет перечень, да, кстати, вот это идет перечень того, чем будет теперь наполняться реестр, да, новая информация там будет. Не только то, что было раньше, но еще и будет информация вот про владение иноземными мовами. Про дозвольные документы про право на владение та коррестование сброею. Про проходжение свитних курсов та курсов підвищения квалификации. Даже это собираются туда заносить. Ну, естественно, про документы, которые оформлены для выезда из Украины. Что интересно, вот сейчас для многих актуальным вот этот вопрос есть выезд на ПМЖ. Так вот, информация про выезд на ПМЖ тоже будет вноситься в, соответственно, реестр военно обязанных. Далее здесь. Про посвящение водия, про посвящение тракториста-машиниста, ведомости про судновые документы. То есть это те документы, которые там, ну, моряков касаются, ну, и тех людей, которые имеют право управления морскими судами. И вот что еще здесь? Ну, про пилотов. Понятно, да? Ведомости про решения, що підлягають примусовому документу, виконанню, виконавчі документы. То есть в реестрі военно обязанных даже будет информация о наших долгах. Вот так. То есть если будет решение суда о том, что мы кому-то что-то должны, и, естественно, это потом будет заноситься в реестр должников, то получается даже из реестра должников будет браться соответствующая информация. Идем дальше. Какие права появятся у военно обязанного или призывника резервиста? Вот такое право будет. Отримувати информацию про своё включение, не включение до реестру та відомості про себе, внесені до реестру, в том числе через электронный кабінет призывника військовозобовязанного резервиста, обликового запису відповідного суб'єкта персональных та службовых данных, створенного у реєстрі. О чём это говорит? О том, что у каждого из нас будет персональный электронный кабінет в этом реєстре. И, конечно же, здесь снова вопрос, а через какое приложение мы будем получать доступ к этим данным? Скорей всего, через то приложение, о котором вы все подумали, через DIU. Ну, мне так думается, что логичнее было бы, да, тем более она уже работает. И я думаю, что, скорее всего, просто в DIU будут подтягиваться данные из этого реестра, чтобы человек мог ознакомиться с тем, какая же информация хранится в этом реестре. Ну, а может быть, конечно, как-то и по-другому будет реализована. Ну, мне думается, что логичнее всего просто в DIU подтягивать эти данные. Что ещё здесь интересно? Здесь указано, что реестр наповнюется видомостями, визначенными статтею 6 этого закону, шляхом отримания их за допомогою электронной взаимодии с іншими информационно-коммуникационными системами. Реестрами, в том числе публичными, базами банками данных, держателями, распорядниками, администраторами яких є державні органи, перелик яких вызначена, и далее. О чём это говорит? Это говорит о том, что информация в реестре, она будет появляться каким путём? Этот реестр будет синхронизироваться с другими реестрами. И в законе сейчас дополняется перечень реестров, с которыми он будет синхронизироваться. И в том числе, вот посмотрите, министерство внутренних справ. То есть это то, что дополняют, что из реестров Министерства внутренних дел Украины будет вытаскиваться там информация о том, есть ли у вас право на управление транспортными средствами, тракторами, соответственно, есть ли у вас разрешение на оружие, информация о ваших паспортах закордонных. Вот это всё будет оттуда браться. Министерство юстиции из Украины. Отсюда будет браться информация о ваших долгах. То есть реестр должников подтягивается. Далее здесь синхронизация идёт с центральным органом выконавчей влады, что забеспечивает формование и реализует державную политику в сфере социального захиста в ветеране в войне. Это касается реестра в Минсоцполитике. Оттуда будет информация тащиться. Далее. Центральный орган выконавчей влады, что реализует державную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта. То это судноплавство. Это касается моряков, это касается людей, которые имеют право управлять морскими, речными судами и так далее. Пилоты. По пилотам соответственно тоже реестр их профессиональный. Оттуда тоже будет вытаскиваться информация. Ну и тут ещё есть инчи, державные органы, держатели, распорядники, администраторы информации. Так, смотрим дальше. А, вот, да, электронный кабинет. Вот про электронный кабинет здесь, да, дополняется, что это программный интерфейс реестру, предназначенный для отображения сведений про призывника военнообязанного резервиста. Но порядок и параметры доступа, они ещё не определены. То есть дальше будут соответствующие изменения, как получать этот доступ. И последнее, на что мы обратим внимание, это на изменения в законе про статус ветеранам войны гарантии к социальному захисту. То есть вот ещё раз хочу сказать, что, да, вот этот законопроект, он упростит, в том числе упростит получение людьми соответствующего статуса, да, теми людьми, для которых на сегодняшний день это сложно, это миллион справок нужно собрать, ну вот им жизнь будет упрощена в каком-то смысле. Перед тем, как подвести итоги, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нём гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь по законопроекту 1062. На мой взгляд, он не несёт никаких угроз прав человеку. Там нет нарушений принципов защиты персональных данных, поскольку действующее законодательство позволяет передавать данные из одного государственного реестра в другое. И происходит это всё в соответствии с законом. Ну и, соответственно, здесь никакой, скажем так, противозаконной деятельности нет. Сама идея, сам вот этот законопроект, да, он является подтверждением слов уже бывшего министра обороны Резникова. Если вы помните, он ещё летом говорил, что ведётся активная работа по синхронизации реестров. И, собственно говоря, когда она закончится, насколько я понимаю, вот этот реестр военнообязанных, это будет тот реестр, в котором собрано максимально возможное количество информации о человеке. То есть у нас там есть реестр должников, например, да, там есть единый государственный демографический реестр, есть там реестры, в которых там содержится информация о наших паспортах, о наших водительских удостоверениях и так далее. А вот реестр военнообязанных будет, почему, как мне кажется, самым большим реестром? Потому что он будет вытягивать информацию из вот этих таких специализированных реестров, да, и в нём будет вся та информация, которая разбросана по разным реестрам, здесь она будет собрана воедино. И, по сути, это является, да, продолжением вот той идеи государства в смартфоне, цифрового государства, о которой нам заявлялось там еще несколько лет назад. Конечно, хочу вам сказать сразу, вот там люди, безусловно, сейчас уже писали в комментариях, что всё, дию удалю, дию удалю там, а государство мне не купило смартфон и прочее. Друзья, ну, давайте будем серьёзно, без эмоций это оценивать. И я вам скажу однозначно, если государство захочет и поставит себе задачу, там, допустим, рассылать повестки через дию, ну, мы от этого не отвертимся. Вы можете удалить, выбросить телефон, удалить дию. Это не спасёт, скорее всего. Почему? Потому что государство, допустим, скажет, авторизация в любом госоргане, в который ты приходишь, она должна быть через дию. Нет у тебя дии? Ну, всё, други, извини, ты не можешь авторизоваться здесь. И всё. И всё. И сразу у нас появится телефон, появится дия, потому что мы не сможем реализовать какие-то там свои права другие без этого. Как это оценивать с точки защиты прав человека? Неоднозначно. Вот честно вам скажу, неоднозначно. Но здесь мы говорим не о самой уже идее прав человека, да, а о том, насколько государство может или не может. И вот если государство поставит цель, оно может. И естественно, в этом смысле, ну, не надо удалять дию. Это вас никоим образом не спасёт, поскольку, я же говорю, будут созданы такие механизмы, в которых вы захотите воспользоваться дией. И всё. И никак вы это не обойдёте. Вот такая ситуация. Будем следить за развитием этого законопроекта, за его прохождением и принятием. Если будет принят, обязательно вам сообщу об этом. На этом у меня всё. Если вы считаете, что данное видео носило полезную информацию, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.